Друзья, всем привет! Добро пожаловать на очередной обзор для спинтайрса и сегодня у нас новый мод. Новый мод относится к категории внедорожников и вполне возможно мы всегда пытаемся найти что-то новенькое на разведку, доставку каких-то топлива, облиемки, в первую очередь на разведку. Сегодня у нас новый мод УАЗ-3172 разведчик. Данный мод, в чем его большой плюс, он имеется у нас в мастерской стима, в мастерской стима, то есть кто на лицензии спокойно скачивает его и также он имеется на эст-эмоции для пиратов, как говорится. Ссылочки в описании будут под этим видео внизу на этот мод. Мод имеет 4 своих аддона плюс 4 стандартных аддона и 3 вида колес. Больше в описании ничего не сказано. Единственное, что там было, скажем, по обновлению, добавлен комплект колес, добавлен багажник, который перевозит, 2 очка леса уже интересно, добавлен свой груз, добавлены 2 аддона, бампер 200 ремонтно, кенгурятник, изменен цвет камуфляжа, исправлен поворот колес, уменьшен вес машины и также исправлены мелкие ошибки. Значит, ссылочки на данный мод в описании. Давайте мы теперь с вами его разберем, посмотрим вообще, что это такое. Я честно скажу, я такой УАЗ вообще никогда не слышал. УАЗ 3172 разведчик. Честно, я его не слышал, что такое даже существует в природе, но в Спирт-Арси, как правило, очень много автомобилей, о которых мы раньше ничего не знали, а здесь потихонечку узнаем. У него очень брутальная выхлопная труба, вот это. Это реально классно смотрится. У него есть шнурокеля, то есть я так понимаю, что его можно даже немножко в воду завозить, да. Цвет, цвет, ну здесь, как говорится, на вкус и цвет, да, товарищей, нет. Мне вот что-то такой камуфляж, честно скажу, как-то не особо по душе вообще приходится, как-то так себе. Выхлопная труба, вот это классно, выглушитель, он обалденно смотрится, а цвет как-то что-то может было или потемнее сделать, ну как-то в общем на вкус и цвет, да. Давайте заведем, послушаем. Ух ты, заводится как мгновенно, подождите, как заглушить. Заводится вообще только сразу же, прям меньше секунды, ведь времени, нифига себе. Да, заводится мгновенно, сигнал у него от легковой машины идет, фары у него, ух ты, они типа такие, а-ля Ксенон, такие ангельские глазки, очень классно смотрятся. Так, давайте ночь включим. Прикольно, прикольно, очень необычно, нас светят, ну светят они как-то очень, очень непонятно, но интересно. Слушайте, классно смотрятся фары, конечно, у нас Валера там уже вообще вовсю уснул. Так, давайте, как говорится, не будем тянуть кота за яйца, да, и начинаем его смотреть по донам. Значит, он имеет заблокированный, кстати, дифференциал, он имеет полный привод отключаемый и имеет у нас шесть передач. 300 литров бак топлива, 500 ремки. Поехали аддоны. Ну, прицеп это у нас от другой машины, который он, в принципе, тоже берет, 6-8 очков, но это не к нему относится. Так, ремки части, 300 литров топлива перевозит и 500 ремки. Вот это круто. Это реально классно, у него неплохо это здесь все смотрится. Бочка 200 литровый лежит, ремка это, видимо, колесо. Смотрите, у нас добавился еще свет на крышу сразу такой. Бочка 200 литров и ящики. А сколько там по факту было? Подожди, где у нас? 300 литров, 300 литровый бочка. Что-то я думал, они такие 200 литровые идут, да. Так, дальше поехали. Кенгурятник. Чтобы установить кенгурятник на 200 ремки, нужно поставить бампер 3172 с лебедочкой, видимо, да. Вот такой вот бампер у нас ставится. Спинтайрс 2017 разведка. Танки грязи не боятся. Слушайте, вот это прикольно оформлено. Так, давайте отключим. Да, и надписи четко все видно вообще. Вот это классно. Спинтайрс 2017 разведка. Молодцы. Номер такой прям новенький, чистенький. Лебедочка такая по красоте. Слушай, классно. Вот это оформлено действительно круто. Это мне нравится. Так, значит, мы установили с вами бампер и, соответственно, можем поставить кенгурятник на 200 ремки еще дополнительно. Вот в таком вот исполнении. Неплохо смотрится. Вы знаете, он мне вообще напоминает такой старый гелик. Старый гелик. Ну, я не знаю, кто раньше появился вот такой вот уазик или гелик. Ну, похож он здоров. Смотрите, ремку на него поставить. Классно. Вот это вот для разведки. Но, но здесь нет у гаражных очков, да. Багажник можно поставить за место ремки. Вот такой вот ставится багажник, который позволяет перевозить два очка бревен. Это прикольно. Слушайте, у него такие здесь идут держатели, да. Упирается в кабину и сзади. Соответственно, сейчас мы обязательно с вами это дело погрузим. Так, следующий аддон у нас. Гаражная тележка. От шишиги встает дефолтная, стандартная. Это тоже классно. То есть зацепили одну очку у гаража и поехали открывать. И есть такие карты, да, где появляются там пять от двух и более гаражей, да. И почаще мы, кстати, такой задействовали тоже. Так, бортовой прицеп он может поставить. Еще два очка. То есть два очка в бортовой прицепе, два очка на крыше. Ну, с прицепом мы не поедем. Тележка-фургон также два два очка гаража везет. И сервисная тележка, которая да, 400 литров, 600 ремки. Классно. То есть где-то можно ее подвести. Далее у нас три вида колес. Стандартные. Ну, уже такие, они, знаете, заточенные под грязь. Дальше болотные. Ну, да. Это чисто болотные. То есть они широкие, видать. Низкого давления. То есть это именно лазить по болоту. И белка. Белка. Ух ты! А вот белка у нас такая, как квадроциклетная. Больше идет резина. Смотрится неплохо. Давайте мы, наверное, белку с вами не оставим на тестирование грязи. Так, теперь мы с вами одеваем багажник на два очка. Ну, и гаражные тележки. Это все не будем одевать. Поехали, посмотрим как у нас это дело вообще выглядит. Как у нас выглядит это дело здесь, да. Что он у нас сюда погружает? Брусит он у нас два очка. Короткие бревна. Слушай-ка, они такие здесь. Стопочкой так лежит. Брус такой, да. Прикольно. Ну, конечно, центр тяжести, скорее всего, вырастает. Но смотрится классно. Давайте разгрузим. Посмотрим, что это у нас вообще здесь даст нам. Выпадает четыре четыре бревна. Четыре коротких бревна. Слушайте, ну, грузить их здесь неудобно будет, наверное, с крана. И они вообще, ну-ка, падают у нас, не падают. Не, нормально держится. Вроде бы сейчас давайте еще одну попытку дадим. Не, нормально держится. Я думал, что они будут вообще слетать. Блять, могут они слететь все-таки с машины? Давайте их, наверное... Во! Нет? Или вот эти вот их и держат здесь. Да, смотри, то есть можно... А, вот смотри, чуть-чуть у нас не вылетело. Во! Нет, грузится еще. Да, смотрите, не улетают они. Нормально. По крайней мере, мы с вами вот сейчас 10 раз попробовали. Все бревна остаются, в принципе, кучкой. В принципе, кучка. Вот, бывает иногда такое, что на грани как будто бы сейчас слетит, но нормально держится. Так, поехали тогда тестировать его в грязь, да? Заблокированный дифференциал и подключаемый полный привод. Посмотрим. Если он вот так, в таком вот исполнении, блять, он немножко так несуразно, конечно, смотрится с этими... Ух ты! Слушай, а машина, я вам скажу, немедленная. Машина реально немедленная и она прям хорошо даже у нас здесь идет под горочку. Разомас, ну-ка, где у нее скорость какая? Сейчас 45 км в час груженый идем, да? Чуть-чуть даже в горку 40-45. Нормально. Я думаю, да, он около полтоса как раз у нас по прямой будет идти. Так, ну что, поехали. Самое главное, посмотрим. Сразу все забрызгалось. Он там уже ничего не видит. Слушай, фара у него в этой ксеноновой обалденности все-таки смойца. Меня интересует центр тяжести вообще, как у него будет. Будет ли он легко завалиться. Пока, смотрите, на шестой прет. Реально прет на шестой. Я даже пока не сбавляю его скорость. То есть газ как дал. Ну, здесь, я думаю, наверное, надо перейти. Ну-ка, давай, как он перепрыгнет на такой скорости. Шлакс, блять! Он перепрыгнул. Просто, ну, шестая передача была. Если бы мы ехали на какой-нибудь на второй, на третьей передаче, я думаю, бы нормально. Слушайте, мне кажется, я нашел себе... Мы с вами Ниву недавно обзор делали. Она мне понравилась, да? Но мне кажется, я нашел для разведки еще лучше. Смотри, он прям подпрыгивает через эти ветки. Ему реальность... Четвертую давайте включим. Шестьдесят пятую грязь, он вообще просто пролетает на ура. Семьдесят пятую. Тоже... Вот давай сейчас поперечный палк. Неужели для него вообще никаких помех нет? Походу, никаких абсолютно нет помех. Давайте, знаете что? Я думаю, может быть, ему снять... Снять вот этот груз на четвертый. Охереть просто. Он просто все это... Все это переваливается и перепрыгивает. Смотри, он уже задирается вместо... Опа! Вот здесь мы с вами сели. Мы уперлись еще в другое бревно кенгурином. Да, и мы просто сели на центральную часть, да, что мы никуда не можем с вами выехать. Так, давайте лебедочку. Кстати, точки зацепа. Одна точка зацепа сзади у нас и три точки зацепа спереди. Ну, одна идет с кенгурином, видимо, одевается и две дефолтные вот эти есть. Так, давайте мы себя сейчас отсюда немножко вытащим. Он перелетел до бревно, просто мы за вторую едку с вами зацепились, потому что у него дури реально очень много. Он реально прет. Вот мы на третьих, ну, четвертых туда включим. Он на четвертых здесь идет. Напомню вам, грязь 85-я сейчас. И он ее просто не замечает. Сейчас мы с вами подбираемся к сотке, я не удивлюсь, если он так же слушает, ну, накручена, конечно, машина по скорости у меня стоит дефолт на абсолютном меди, и он просто здесь летит на четвертой передаче. Даже может, нет, ну, сейчас пятую точно втыкать надо. Он забрызгивает, грязь вся разлетается в разные стороны, но он не едет. Он реально едет. Ну-ка, пятую, да, включаем и поехали, посмотрим, как он эту у нас грязь подлет. Четвертую. Ну, идет, он идет, и на четвертой не глохнет. Давай ему даже вторую сейчас включим, отпускаем чуть-чуть даже газ, даже немножко ускорение там делает. Вид, вид с кабины отсутствует, вид с кабины отсутствует. А, не-не-не, это мы в луже были, наоборот, вид в кабине есть, слушайте, даже я вам скажу, неплохой вид именно вот так по лесу где-то ехать, то есть, где-то мы вот в луже, там в грязь с вами окунаемся. Здесь бывает, что он немного встает, как бы, но если чуть-чуть поднять камеру, то он, то нормальный по лесу будет. Вот мы с вами наехали на очередную ветку, ну и то спокойно, в принципе, сдаем назад. Слушай, ему реально похер, ему реально похер, мы с вами грязь 95-ю там сотку пролетели, просто даже не заметив этого всего. Я предлагаю сейчас, а, нет, давайте мы все-таки доедем, ремку мы с вами оденем, там, когда пойдем тестирует, подъем сборку. Да, он просто едет, он просто едет, ему похеру где он, он реально несется, ему реально похеру, слушай, вот это с проходимостью у него, конечно, класс. Короче, вот этот туазик мы обязательно, обязательно будем брать на разведку. Я без... Опа, опа, вот об этом я говорил, что сейчас высокий центр тяжести, видели, да, мы немножко с вами здесь подпрыгнули, сейчас его потестируем на... на боковой переворот, на продольный переворот, да, посмотрим, как он у нас здесь будет держать вообще дорогу. На пятой передаче прыг даже не задумывается, слушай, даже нескоро сейчас не такая большая, да, мы сейчас в горку идем, 25 км в час, но вот я думаю, что он сейчас здесь просто нас может завалиться. Нет, смотри, пока держится, пока держится, нормально, слушайте, класс, это реально класс, так, давайте с лесом мы дальше с вами не поедем, давайте ему оденем, давайте оденем, который вот рем, ремка, да, 300 литров, 500 ремки, именно вот в таком вот исполнении хочу посмотреть как он повезет, потому что вот именно в таком исполнении его и стоит использовать, наверное, даже в первую очередь, но, но, когда он везет вот такой вот груз, смотри, урон получает, но он не глохнет, он не глохнет вот за счет своего шноркеля, урон мы с вами 60 почти выхватили в этой яме, я думаю, что он здесь, даже сейчас не сбавляя скорости, так же как уйдет и так же выйдет отсюда, ну-ка, нет, немножко здесь он призадумался у нас, но пока, так, давай мы первую включим и поехали, вроде бы двигается, да, потихоньку, он сразу там у нас уснул в воде, слушай, нет, не прошел, что ли, он у нас здесь тест, я уж думал, он здесь даже не задумается, честно говоря, сейчас немножко, сейчас немножко сцеплением поиграем как-то, нет, смотри-ка, не хочет, ну-ка, назад, и назад, что-то он не хочет выбираться у нас, да, так он вообще изи пролетел грязь, а здесь что-то немножко как-то он прям приуныл у нас, как-то приуныл, ладно, давайте ему тогда поможем, что ли, отсюда выбраться, раз он не хочет сам, да, выбираться, давайте немножко его здесь сдернем, вот, немного сдернули, вроде как, и вроде бы как потихонечку, нет, смотри-ка, он реально здесь не может забраться, я не знаю, может быть, это связано, конечно, и с кенгурием, с этим, может быть, он у нас там уперся просто передней частью, из-за этого немного проблемы и испытал, а так, смотри, погрязь он просто, ему хоть третью, хоть четвертую, включай, он просто по ней летит, так, поехали, ну, на продольную парковку, там, заезд в гараж, я не вижу смысла заезжать, да, поехали его сейчас потестируем, посмотрим на подъеме, как он себя будет вести, кстати, урон, милый, хотели, вспомнить, как мы с вами на Ниве катались, да, где чуть-чуть цепляешь дерево и она сразу же выхватывает урон, так, ну-ка, на месте он у нас развернется в один присест, нет, нет, чуть-чуть не хватило, думал, думал, все-таки мы уберемся с вами здесь, давайте ему поставим сейчас еще стандартную резину и, ну-ка, слушай, а со второй он вообще поедет у нас? Нет, со второй не хочет ехать, давайте посмотрим наклон в 30 градусов у нас подъем здесь будет, держит ли ручник, ручник, ручник держит, нажимаем тормоз и тормоза одетут, слушай, вообще по красоте вот въехать и он въезжает сюда, короче, он въедет в абсолютную любую горку, в абсолютную любую, мне так кажется, так, давайте посмотрим по подвесочке, как она работает у него здесь, жесткая подвеска, жестковатая, ну, такой он после, да, здесь перевод, но он, по крайней мере, он, по крайней мере, проезжает, да, нет, чуть-чуть, вот ему подрубить, он проезжает, вспомните, мы здесь с вами на Ниве чуть уперлись и все, и он не хочет идти, подвеска жестковатая, по мне, то есть он какой-то прям не мягкий такой есть, поехали его сейчас, потестируем в подъем, вот в этот, с грузом, да, сейчас как он здесь, да, вообще с грузом хочу поездить, он классно здесь смотрится, а вот у меня, кстати, здесь Нива стоит, тестировал я ее тоже, и сейчас УАЗик здесь тестируем, ну, как по размерам, давай к ним подъедем, вообще, по размерам посмотрим, по длине-то они даже, возможно, с Нивой у нас вообще одинаковые будут, сейчас мы поближе к ним встанем, вот так примерно, да, вот у нас передняя часть примерно, да, слушай, они по длине вообще одинаковые абсолютно с Нивой, а по проходимости, конечно же, УАЗик этот вообще топчик, серьезно, вообще топчик, да, они по длине абсолютно одинаковые, по ширине тоже, наверное, да, вот чего не хватало аддонов по грузам на Ниве, если мне память не изменяет, когда мы ее тестировали, на УАЗике это и есть, и ремка, и топливо, и... и лес перевозят, что самое главное, давайте потестируем его на подъем в эту горку, я что-то даже думаю, что он у нас на четвертый сюда вообще залетит, сейчас даже не будем переключаться на третью передачу, посмотрим его подъем, ну тяжеловато, тяжеловато, вот здесь сейчас еще больше пойдет, ну пока не переключаюсь, нет, давайте на третьем, на третьей пойдем, по передачам пока не совсем понял, но мне кажется, разгон у него идет больше на пятой, наверное, передачи, на третьей, смотри, да, залетает, залетает сюда, чуть-чуть начинает рассказывать колеса, но все равно он спокойно сюда заходит, так, ну поехали, тогда его сейчас посмотрим по скорости, все с него снимаем, это дело, все снимаем, и поехали, посмотрим тест скорости, да, сколько он у нас выдает, сколько, ну он дурной, он реально дурной, так, давайте заправимся, отремаемся, включим нашу скорость, и полетели, первая передача, рывок идет сразу, 11 километров, 18, 2, 3, 21, да, небольшой вот разрыв, 4, 25, и вот на 5 у него пошло ускорение, как, нет, смотри-ка, 30, на 6 все-таки идет ускорение, да, с 30, то есть, 3, 4, 5, это один и тот же показатель, 42 километра в час, он у нас развил, 165 урона выхватили при полном, давайте мы с вами вот так даже сделаем сейчас, давайте еще раз состояние, первая, третья сразу подхватывает, пятая, с третьей на пятую спокойно, и вот здесь 30 километров в час, смотрите, шестая, и пошло сразу ускорение, просто сумасшедшее, просто сразу плюс 12, там идет, да, 41, я бы даже еще ему наше, я бы ему вообще на четвертый подрыв бы делал, так, давайте сюда уже не поедем, поехали его потестируем, вот здесь мне интересно, сейчас будет, как он погрязь, вот так вот абсолютно пустой, когда появляется, да, на 6 прет, он реально прет, слушайте, я тащусь от него, серьезно, вот этот уазик, ссылочка на него в описании, под этим видео, да, он реально классный, я советую его прям вот скачать на разведку, так, вот единственное, что, ну, давай сейчас попробуем перевернуть, удастся у нас, бляха-муха, не удается его перевернуть, даже на 6, как пер, так и прел, блядь, причем, что грязь, что не грязь, реально, да, кому-то это может показаться, серьезно, ну, немножко читерским таким, да, даже, может быть, кому-то и не немножко читерским, но мне по кайфу, серьезно, такой аппарат, именно такой аппарат для разведки нужен, и название свое, он полностью, он полностью, вот давайте, сейчас мы еще в лес, он полностью соответствует своему названию, ну-ка, вот давайте, яиц-кабины, блядь, вот даже вид скобина отлично здесь, не надо ничего менять, я не поднимаю камеру, я немножко не чувствую габариты у машин, да, немного их не чувствую, ну-ка, вот если поднять камеру вверх, да, вот так уже по габаритам более-менее видно, и где-то полазить по лесу, вот это вот реально, вот это его стихия, серьезно, вот это то, что, как говорится, надо, да, вот так вот, да, и из кабины тоже неплохой вид, в принципе, по лесу, машина узкая, то есть она, в принципе, везде здесь и пойдет, да, анимация руля отсутствует, но у нас здесь, смотрите, спидометр, тахометр, все эти значки, ну-ка, фары включаем, что-нибудь там загорается, подождите, нет, жаль, никаких сигналей, да, жаль, никакой индикации нету, когда включаем фары, вот это жаль, так, давайте, наверное, подведем, да, небольшой такой по нему отчет, значит, что касаемо аддонов, начинаем с аддонов, да, как уже у нас это принято, все по порядку так же, значит, по аддонам, блядь, по аддонам у меня все в порядке, ремку перевозит, бензин перевозит, два очка леса перевозит, гаражную тележку цепляет, реально, их немного, их по сути сколько у него, раз, два, три, четыре, четыре аддона всего лишь имеет, да, четыре аддона он имеет, и они как бы все, я думаю, даже больше ему не надо, можно ему, конечно, зацепить два очка здесь, два очка в тележку, но это не совсем, ну, это несуразно будет смотреться, скажем так, да, то есть это ни к чему будет, то есть по донам у него полный порядок, серьезно, по проходимости, ну, это пиздец, это бомба, по проходимости, это настоящий, настоящий разведчик в проходимости, прямо вот серьезно, как хочешь, так и едет, ему грязь вообще, ну, скажем, где-то он может, скорее всего, у нас засесть, как у нас он и засел в одной грязевой вот луже, что он у нас уперся немножко там бампером, да, он там и засел, нормально, смотрите, я вообще небольшой любитель ездить с камерой вот так вот от первого лица, но здесь я никаких проблем с этим не испытываю, то есть он как бы действительно все нормально видит, по проходимости полный порядок, был маленький минус у нас с вами в ванной, в ванной, которая была грязевая, да, потому что по ванной, которая была водяная, так сказать, да, он не заглох, его вот этот шноркин, что торчи здесь, он никаких проблем не испытал, и спокойно, да, получили там урон с вами где-то 60, но спокойно оттуда выбрались, значит, что касается по проходимости, абсолютно твердая пятерка, да, ну, с минусом, опять с минусом, зато и вот грязевую, все, все остановил, просто на ура вот летел, далее, значит, скорость, по скорости, по скорости, мне, скажем, не понравилось, как настроено, третье, четвертое, пятое, подрыв идет только на шестой, я бы, наверное, все-таки подрыв делал с передачи пятая, а даже лучше бы, вот смотри, четвертая, они одинаковые, вот шестая, и пошел подрыв, вот лучше бы его с пятой, а может быть даже лучше с четвертой сделать передачи подрыв, а пятая, шестая такая, что была, но это я говорю со своей стороны, как я играю на ручной коробке передач, да, то есть у меня шесть передач, я использую их все, то мне бы, например, было, честно скажу, удобнее, чтобы на четвертой, был вот такой подрыв, например, там, до сорока километров в час, да, а пятая, шестая, ну там, пятая до сорока пяти, скажем, и шестая до пятидесяти, да, шло, чтобы, вот это бы было, по мне, лучше, скажем, именно для, именно для, для руля, для тех, кто играет на механике, да, кто играет на клавиатуре, они этого вообще не заметят, они не заметят, они включили автомат и поперли, да, вблизи повышенную ставят, скажем, кстати, я не, кстати, да, я вот что-то вот задумался, как мне проверять, как работает повышенная, по сути, никак не проверишь этого, значит, что у нас, по скорости, я свои пожелания сказал, да, ну по цвету здесь на вкусе цвет, как говорится, я в начале этого обзора говорил, да, что цвет у каждого свой, то есть, автору он по душе, ради бога, здесь, как говорит, кому что, да, ну что еще у нас, подъем в горку, вы сами видели, мы залетели сейчас на третьей передаче, в такой подъем, где далеко не каждого с машины заходит, блядь, в общем, давайте так подытожим, по пятибайльной шкальде, вот этот УАЗ, на самом деле, я вот чтобы так вот прям твердо говорил, такого, наверное, у нас еще не было, но здесь именно для разведки автомобиль, он именно заслуживает спокойно твердую пятерку, у него все в порядке с аддонами, все в порядке с проходимостью, то есть, это твердая пятерка, вот только единственное, что не хватает, да, единственное, что не хватает на этом моде, автор, если ты будешь смотреть мой обзор, если это будет в твоих силах, все остальное, что я говорил, я понимаю, что тебе, может быть, будет пофигу, но добавь ему, пожалуйста, сюда, так, давайте мы с вами, этот, перелезем сюда, добавь ему боковые точки зацепа на, на, ну вот, на раму сюда, куда-то, это реально нужно, это реально нужно, так как это такой вот разведчик, и этого здесь не хватает, вот единственный, такой вот маленький, скажем минус, который действительно я бы хотел здесь видеть, все остальное меня в данном моде устраивает на твердую пятерку, я обещаю, что этого автомобиля мы будем использовать с вами на разведку, как можно чаще, он реально пришелся мне по душе, пенечек еще такой вот, а не бы сломать, вот научиться ему, да, сломали, пенек с деревом, конечно, уже посложнее будет, то есть он ветки в грязи, он все, у меня все, ну-ка, четвертый, вот шестая, да, и вот у него пошел подрыв, и если КПП чуть-чуть настроишь, тоже там, с четвертой подрыв, для тех, кто играет на руле, они тебе скажут, огромное спасибо, ребят, ссылочка на мод в описании, сегодня у нас с вами на обзоре был, бляха-муха, как он называется, забыл, УАЗ 3172, разведчик, реально аппарат огонь, всем советую его скачать, для разведки, само то, ну и опять же, кто ездит, любители кататься на распусках, кстати, у него фара одной нету, тоже так по брутальному смысл, слушай, вот это классно, да, фара одной нету, брутально, вот там она где-то внутри загорается, или так солнце у меня падает здесь, ну-ка подожди, где у нас ночь, да, нету фары, но внутри она там где-то загорается, это реально прикольно смотрится, значит, вот по скорости бы, если бы чуть-чуть настроить, четвертую передачу, ну и самое главное, боковая точка зацепы, все, и тогда ему прям вообще жирная пятерка ставится, а сейчас твердая пятерочка, от меня, да, но мое мнение, опять же, кому-то интересно, кому-то нет, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч, всем пока-пока, уходи, с гуே, уходи, メ emperor и п PSW,